И потому стремитесь обзавестись неким знанием. Если у вас есть противник, что он будет делать, поняв, что вы к этому стремитесь? Он будет отсекать вас от нужного знания и подсовывать вам знание ненужное. Воспрепятствовать превращение потенциального субъекта, выжилавшего стратегии политического класса, в актуальный субъект, класс, соединившийся с необходимым знанием, обязательная задача противника. Как решается такая задача? Самыми разными способами. Компрометируются те или иные слагаемые необходимого знания, понятия, нормы, подходы, образы, символы. Уничтожаются или дискредитируются обладатели знания. Разрушается среда, в которой знание может сформироваться. Уничтожается потребность в знании. Разрушается инфраструктура, позволяющая соединять потенциального потребителя знания с потребляемым. Политический класс может стремиться к стратегической субъектности, а может испытывать к ней глубочайшее отвращение. Скажете, так не бывает? А что такое наш Баймонд конца 80-х, начала 90-х годов? О Вашингтонском откоме говорили тогда ужасные патриоты из газеты «День». А Баймонд, тот просто подымал с пола платочки высоких зарубежных гостей. Ельцин, Козырев, увы, определенным образом вел себя почти весь тогдашний политический класс. Страстное желание сбросить с плеч крест стратегической субъектности было разлито в воздухе. Оно стало своего рода синдромом. До безумия хотелось не заниматься судьбами мира, не нести стратегической ответственности за мир. Не думать о его перспективах и болевых точках. Не, 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 истеблишмент, который в начале 80-х не обсуждал ни один вопрос без апелляции к содержанию всемирно-исторической эпохи. К концу 80-х возненавидел все, что пахло стратегией. В том числе и знания, с помощью которого она вырабатывается. А также среду, в которой такое знание выращивается. Все это отвергалось, отбрасывалось, растаптывалось, поносилось, высмеивалось. Но еще до начала той позорной антистратегической лергии знания, о котором я говорю, Басуси, оказалось на анграта. А на самой те, кто им обладал. А ведь уже тогда, при Брежневе, обладателей было совсем немного. Я пишу эти строки, а перед моими глазами лица. На лицах отпечаток судеб. Это очень нелегкие судьбы. Иногда они абсолютно трагичны, такой у Альдеринкова. Иногда чуть менее трагичны, как у Побиска и Кузнецова. Да и у Александра Зиновьева, в каком-то смысле, тоже. Я не могу назвать трагической судьбу Георгия Петровича Щедровицкого. Но это очень нелегкая судьба, не имеющая ничего общего с тем, каковой должна была быть судьба стратегического политического интеллектуала масштаба Георгия Петровича. Называя отдельные яркие личности. Их, конечно, было несколько больше. Но не намного больше. Узок был этот круг. И не только узок, но и страшно далек от политического класса. Виновен в этом был, конечно же, класс. Но сводить его вину к качествам отдельных людей, их му, кругозору, структуре интересов и проспект, не гуже. В чем системные причины, не позволившие классу, то есть политическому субъекту, соединиться со знанием, без которого полноценной субъектности быть не может? Власть исполнительная, судебная, законодательная, где власть во всей ее полноте? Власть как субъект стратегии? Это президент? Увы, сменяемый глава власти не может быть субъектом стратегии. Он сменяемый. Персонифицированным субъектом стратегии в какой-то степени может быть национальная диктатория или абсолютный монарх. Но именно в какой-то степени. Потому что подлинный субъект стратегии, представляющий власть во всей ее полноте, находится по ту сторону персонификации. Такой субъект и такая власть, концептуальная, стратегическая, доктринальная, то есть высшая, это не человек, а клуб. Но те, кто воскликнет, ах, мировое правительство, Бильдербельский клуб, должны сразу принять от меня извинения. Я о другом. Бильдербельский клуб это почтенная элитная организация с бюджетом в несколько миллионов долларов. А даже если сот миллионов и что? Помните истерику по поводу облачения Ельцина в мальтийскую мантию? Ну, принял он сомнительный подарок, он-то принял, а забавили это не только не другие, но и разочарованные конкуренты. Да это же не тот орден. Что он надел? Мы настоящие. Да мы бы с радостью. Зачем ему суррогат? Короче, клуб ты клуб, но другой. И легче всего объяснить, какое именно, на советском примере. Стратегическим клубом для советской России суррогат, эпохи стратегических дискуссий. Была субъектом стратегической, а значит, полной и целостной, власти только в эпоху таких дискуссий, о мировом коммунизме, о построении социализма в отдельно взятой стране, о тип индустриализации и так далее. А потом субъектом стратегии стал не клуб, а национальный диктатор Сталин. Но он мог им стать только по двум причинам. Прежде всего, всего свойств личности. Сталин был отдан делом целиком. И он был человеком незаурядным и в интеллектуальном, и в волевом смысле. Но это не превратило бы Сталина в субъект стратегии, если бы не специфичность той исторической ситуации. Специфичность состояла в том, что стратегия могла быть линейной и эффективной. Слишком уж ясны были приоритеты, даже помимо того, что их уже размял клуб, и в ранее индустриальных системы было обозримое количество элементов. Да, Сталин лично расписывал посменную работу особо уникальных станков. Но станков было мало. Было бы их побольше, никакая чудовищная работоспособность Сталина не помогла бы. К концу 40-х стало ясно, что линейный персонифицированный стратегический субъект уже не может отвечать на вызовы времени. Что нужно возвращаться к нелинейному стратегическому субъекту клубу. Но клуб уже был вырван с корнем, вместе с гривницей. Так родилась кукуруза вместо стратегии. На первых порах вместе с великими космическими свершениями. Но это происходило во многом по инерции. Никакие самые фантастические, самые величественные, собственно технические свершения не могут подменить отсутствие или источенность высшего целевого комплекса, состоящего из метафизики, концепции, доктрины и стратегии как их воплощение. Я говорила о трагедии хранителей знания, способного поддерживать и развивать этот самый высший целевой комплекс. Но корни этой трагедии в катастрофе клуба. Да и формата власти, Хрущев еще пытался быть национальным диктатором, как это кому-то не покажется странным. А Брежнев уже был типичным консенсусным политиком. Тут и все и навернулось, по сути тут. По факту немного позже. Однако дело не в политических перипетиях советского периода, а в некоторых системных уроках, касающихся, прежде всего, этого самого знания. Как и любое целое, оно состоит из элементов, понятий, стратагемат. В нем есть подлинные элементы своего собственного неафишируемого знания. Есть столь же подлинные элементы стратегического знания, используемого твоим врагом, противником, конкурентом. Есть фигуры прикрытия, которые твой враг использует для репрезентации элементов своего знания, а не репрезентировать их он не может. Есть элементы вирусы, которые враг хочет внедрить в твое знание. И дальний разум, дабы отличить одно от другого, молился герой Куртова Нигута. Разум, с начала перестройки все, что касается стратегического знания, вообще обторгалось. Истеблишмент стремительно обращался, освобождался от стратегической миссии, исторической инициативы. Переходил на язык прагматики, общемировых рыночных панаций. В 2005 году это безумие, запущенное в 1987 году, как-то сдулось. Не до конца, конечно, и ни о какой необратимости такого сдутия говорить не приходится. Пара-тройка политических пасов и все это опять надуется. Да еще как. Но почему же все таки сдулось? Потому что московский райком почувствовал, что Вашингтонский обком замыслил недоброе. В том числе и в отношении райком эскалиты. Вроде ты и свой в доску, и английский бойко говоришь, и все прочие при тебе, а ты для них все равно русская нелюсть. Куризы наподобие того, который случился с Прохоровым в Куршевеле, это в частности. Почуяли же нашу ранее освобожденные от стратегии элитарии нечто общее. И очень недоброе. И закрутилась вихрем новая мода. Вместо огурного отрицания всего, что пахнет стратегией, началось огурное же заглатывание всего подряд. В основном этих самых вирусов и прикрытий. А также вообще словечек. Возник специфический спрос на специфические словечки. Главное, чтобы покруче и помогнее. Где спрос, там и предложение. В страну с презрительными, скучающими и одновременно ждущими лицами один за другим въезжают и наземные корифеи прошлого. Корифеи ждут гонораров, мол, говорят, что это жуткая Россия, новый клондайк, но и презирают дающих. Презирают за все. За то, что эти дающие почему-то все еще считают их корифеями. За то, что эти дающие науху не рылом в том, что им говорят, и говорить можно что угодно. А можно, например, и не говорить, а петь. Что и сделал один из таких корифеев, выступая перед высоким политическим собранием и сказал, что ему проще спеть песню, чем объяснить, что такое демократия. Интересно, ему бы могло прийти такой голову в Аксфорде? Невроз имен соединяется с неврозом подходов. Напоминает пока еще не чуму, а грипп. То есть быстро и бесследно уходящую эпидемию. Вдруг заговорили о будущем. Что говорить о будущем? Да все, что угодно. Это еще одно свойство подобных дискуссий. Плохой актерской массовки, когда ей надо изобразить шум толпы, каждый член массовки говорит очень быстро и не в такт с другими. Что говорить, когда нечего говорить? Что говорить, когда нечего говорить? Примерно так же заговорили о будущем. За этим массовочным неврозом маячит одно. Невротики не справились с прошлым и теперь хотят говорить о будущем. Но если нет прошлого, нет будущего. И это все понимают. Чем больше понимают, тем более невнятно говорят о будущем. Но ведь говорят. Бессмертный Шелепин высказался по сходному в чем-то поводу. Бесплатно только птички поют, птички чувствуют, что истеблишмент беспокоится, и поют. Надо о будущем, надо о чем-то еще. Например, можно и о развитии. Надо так даже и с философской подоплекой. Можно Туфлера привезти. Тот давно уже надоел и западной публике, и самому себе. Но если привезти, то он зевнет и что-то расскажет. А Типл сховает. Информационное общество, постиндустриальное общество, технотронное общество. Мало. Пожалуйста, не так ратье. Мало. Можно и другие слова использовать. Что говорить, когда нечего говорить? Я не хочу сказать, что нет постиндустриальных проблем или информационных вызовов. Все это есть. Но есть и другое. Эти самые вирусы и фигуры прикрытия. А вот чего нет, так это возможности, о которой молил герой Вамигута. Возможности различать. Года за полтора до атакной башни в ЦК мне приехал высокий американский Чин. И стал звать в Спасахаус послушать Хэнтентона. Чин явно выполнял задание. Пусть русские слушают Хэнтентона. Хэнтентон был уныл, изумленно испуган. Испуган он был тем, что вдруг оказался нужен. И даже понимал, что это не к добру.